С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословения пророку Мухаммаду и его семье из-подвижника. И сказал Всевышний. Правдив великий Аллах. Мои дорогие братья и сестры, ассаляму алейкуму, рахматуллахи, обаракату. Приятно к вам приехать в Ньюпорт. Сестры, пожалуйста, тоже послушайте. Вы создаете шум. Люди пришли послушать. Пожалуйста, уважайте их. И дети должны быть при родителях. А то если дети бегать будут, родителям придется их ловить. Это будет мешать людям слушать лекцию. Лекция не будет слишком долгой. Тема у нас сегодня такая. Оживить мое мертвое сердце. Если хотите понять, что такое мертвое сердце, рассмотрите это на примере физических болезней. Вот смотрите, например, у человека случился сердечный приступ. И рассмотрев его жизнь, как он жил до приступа. Чтобы проследить путь, что его привело к сердечному приступу. Доктор человеку скажет, вам бы беречь над здоровьем. С пищеварением у вас не все ладно. Я смотрю, у вас тут маша-лах. Любят закуски. Напитки сладкие тоже. Но дети вообще любят их любимая еда. Это курица и чипсы. Доктор вам скажет, у вас сосуды забиты. Из-за того, что ты ел жирную еду, еду, в которой много масла, холестерина. Тебе повезло, что ты выжил. Лекарства тебе надо принимать сейчас. Или даже операцию надо будет сделать. И пациенту, чтобы жить, нужно изменить образ жизни. И врач говорит человеку, надо перестать такую-то еду есть. Надо начать больше ходить. Упражнениям полчаса уделять. Быстрой ходьбе. Ряд рекомендаций врач пропишет человеку. Перестань есть кебабы. Перестань есть плов. То есть человеку много чего нужно изменить. Так же ведь? Вплоть до того, что если ему предложат какой-нибудь там вкусный торт. Торт это нормально. Но если слишком много съешь, опять же плохо повлияет. И теперь то же самое и в духовной сфере, друзья мои. Многие люди не видят этого. Например, если у кого-то из сидящих здесь есть болезнь, которая внешне себя никак не проявляет. Допустим, биполярное расстройство. При котором активность мозга временами очень сильная. А временами очень медленная. Иногда такой человек может быть настроен решительно. Типа, да-да, я это сделаю, сделаю. А потом вдруг снижается решительность. И он говорит, не, не буду этого делать, не буду. С той же силой, с которой был готов это сделать, теперь отказывается. Но сразу это не видно. Это может быть в голове у кого-то из сидящих здесь. Проблема может быть очень серьезная. Но у него же на лбу это не написано. Если вы видите, что сейчас в мечеть вползет человек. Вползет на четвереньках. Вы сразу же скажете, брат, что с тобой? Поистине Аллаху принадлежим и к нему вернемся. Для нас это будет очевидно. А если зайдет брат с биполярным расстройством, мы не увидим, что оно у него есть. То же самое, друзья мои. У многих людей, которых мы прямо сейчас вот здесь видим, они, Машаллах, выглядят здоровыми. Но в то же самое время у многих людей, сидящих здесь, есть внутренняя духовная слабость. У кого-то из сидящих здесь. Душа, сердце, их духовное сердце, очень тяжело поражено пороками, грехами. Сердце их забито ими. А все потому, что они, даже будучи в исламе, вели нездоровую для души жизнь. Скажем, крайние 7 лет. Крайние 10 лет. Крайние 20 лет. Нездоровую жизнь вели.